В Одессе очередные страсти по Екатерине II. Памятник российской империатрицы установлен незаконно и должен быть снесен. Так заявили в Институте национальной памяти. Одесситы отреагировали бурно, порой не стесняясь в выражениях. Закончится ли все это только вербальными разборками, разбирались мои коллеги. Скандал начался в Киеве, в Украинском институте национальной памяти. Там прошло заседание круглого стола, участники которого решили обратиться к властям Одессы. С предложением исполнить недавнее решение суда о том, что памятник Екатерине II в центре города установлен незаконно, а значит его нужно снести. Ученые утверждают, монумент это инструмент пропаганды так называемого русского мира. Решение суда, к слову, исполнить пока нельзя. Оно обжаловано. Сама тяжба началась еще 10 лет назад. Тогда на Екатерининской площади власти демонтировали монумент морякам-потемкинцам и перенесли его в другое место. А здесь восстановили уничтоженный при большевиках памятник императрице и другим основателям Одессы. С тех пор с горсоветом судится ассоциация казацких обществ. Для них Екатерина душитель украинской идентичности. А вот многие одесситы считают наоборот. Я против сноса. Памятник стоит, памятник установлен. Прекрасная женщина великолепная на нем находится. Я считаю, что нет, никакой пропаганды в этом совершенно нет. Екатерина была в истории записана, это никак не изменить. В соцсетях одесситы высказываются куда более резко. Позицию института нацпамяти раскритиковали даже активисты из местной патриотической среды. Политологи считают, простыми судебными тяжбами дело не решить. Любые решения, которые касаются культурного наследия украинских регионов, украинских городов, названия улиц, все должно приниматься местными органами власти. Местные органы власти должны опираться на мнение людей, проводить соответствующие местные референдумы. Только так можно построить демократическую политику в этой сфере. По поводу возможного сноса памятника Екатерине II высказались и политики. В ОПО-блоке, например, заявили, что это может привести к дестабилизации ситуации в Одессе с непредсказуемыми последствиями. Если вдруг такое решение будет принято, я могу сказать от имени нашей политической силы оппозиционный блок, что мы сделаем все для того, чтобы вместе с одесситами защитить этот памятник. Я все-таки надеюсь, что это частный идиотизм отдельных чиновников вот этого института так называемого. Рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции назначено на 27 декабря. После разразившегося скандала о своем намерении прийти на это заседание уже заявили как противники сноса памятника, так и его сторонники. И вряд ли заседание пройдет спокойно. Андрей Анастасов, Лина Зеленская, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер.